Великой Отечественной войне Великой Отечественной войны Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне можно проскакать вчера мы отмахали стольник сегодня конечно дождь нам помешал условия были похода тяжеловаты для лошадей да и для нас намокли как бы чуть вывела скале я так все нормально все хорошо слава богу слава богу что мы казаки вот она пожалуйста гвардия как положено вот это возновлен в честь 76 годовщины великой отечественной войне мы прошли более 150 километров почувствовали как наши предки продавали преодолевали путь на лошадях воевали на них вчера нас и дождь намочил и холод посетил нас но казаки выдержали все нашли стан лесопосадки распортировались и сегодня с божьей помощью прибыли назначенное место село высоцкое виталий механович как походный атаман ты я благодарю тебя и твоих братьев казаков за дисциплину за ту которая существовала на протяжении этих двух суток за порядок который был в это в нашем отряде так называемым казачьим любого братьям казакам всем христос воскресе казаков казакам здорово дневали братья казаки наши отцы деды прадеды дошли до берлина а мы дошли до села высоцкого назначенное место мне очень приятно что здесь наш земляк отец пётр дай бог ему здоровья он всегда рад нас видеть что я хочу сказать это седьмой конный переход до этого бы было три марш-броска шесть конных переходов протяженностью около тысячи километров сегодня добавилась еще одна сто пятидесятка поэтому мы победили ура мы это делаем не во славу во славу нашей родины без права на славу будьте всегда на коне любо слава России слава 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 дорогие братья казаки все мы люди православные и россия наша матушка была православной тысячи лет и будет она православной мы уживались со всеми это самая мирная страна в мире россия поэтому наверное на такая великая ему могучая и добрая ко всем поэтому наши предки сегодня павшие отдавшие жизнь за нашу родину вот всегда нуждается в наших молитвах поэтому есть просьба и предложение ослужить маленькую литию вот все из погибших помолиться за них чтобы господь упокоил души их не вот а нам даровал возможность дальше жить молиться и спасать свою душу любо братцы любо любо благословен бог нас всегда ныне и пресно и во веки веков аминь христос воскресе из мертвых смерть и смерть поправ высущим ограбежем вот даровал всех от века скончавшихся православных христиан и же простите всем всякому прегрешению вольному жени вольному господи помилуй господи помилуй господи помилуй я когда господь бог учени души их и держи править не упокаяются господи помилуй господи помилуй господи помилуй милости божие царство небесное гостволение грехов у христа бессмертного царя и бога нашего просим подай господи господи помилуй як от исти воскресенье живот и покой усопших раб твоих всех воинов за веру и отечество жизнь свою положивших отроков младенцев не иноумененных всех от века скончавшихся православных христиан христе божий наше тебе славу высылаем собесначально твоим отцем что присвятыми благими животворящим твоим духом ныне пристои во веки веков аминь и со святыми упаковкой христе души рабов твоих господи усопшим рабом поим всем воинов за веру и отечество жизнь свою положивших отроков младенцев не иноумененных всех от века скончавшихся православных христиан и сотвори им вечную память вечную память вечную память подать Господе у собства работаем, всем воинам, за веру и отечество вложивших. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе из мертвых воскресе смерти у смех поправ Тесовы свищи Песову На лошади просто так не сидишь на кресле, отдыхаешь. На ней нужно все время быть сбитым, все время напряженным. И в этом состоянии ты еще должен воевать, должен думать, еще должен, как говорится, и отдыхать. И я благодарю тех людей, которые вызвались, вызвались с моей родины, я сам в село Рагулей, там родился, вырос, председателя колхоза Павянского Николая Дмитриевича, который выделил этих лошадей, Виталика Панасенко, моего брата, который был моим учителем конно-спортивной школы, я ходил к нему, учился на лошадях ездить. Он до сих пор является преподавателем конно-спортивной школы Село Рагулей. И также нашего атамана Дмитрия Ивановича Рагульского и всех тех, кто участвовал в этом походе. А в нем участвует очень много атаманов из Рушевки и все те, кто вызвался помочь. Поэтому дай Бог здоровью всем и дай Бог побольше памяти нашим людям, нашим детям, чтобы они этого не забывали, этой победы великой. Христос воскресе, братья! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Ну что защитники земли русской? Потомки великих предков, казаков, русских наших дедов, которые сохранили для нас нашу великую страну. Сохранили самое главное для нас, самое драгоценное, это нашу православную веру. Вы сегодня защитники, будущие наши защитники, настоящие защитники нашего Отечества веры православной. Поэтому благодарим от лица всех казаков, от православной нашей церкви, которая заботится, молится за всех воинов наших, которые сегодня стоят на страже нашей Родины, за властей, за всех-всех, кто сегодня несет великую ответственность за сохранение нашего государства и нашей православной веры. Поэтому сегодня небольшой, такой вот отмеченный нами почетный, как говорится, лист, мы его назовем, хотя и называется почетная грамота, но мы его назовем, как до революции наши предки называли, почетный лист. Наградим всех тех, кто прошли этот, пусть по нашему времени и великий путь, может под тем временам наших предки они вообще каждый день столько ходили, но для нас это уже подвиг, и для вас в том числе. Поэтому награждается инициатор, путеводитель, казак, брат мой Виталий Панасенко за участие в формном переходе посвященному 76-летию городовщины победы Великой Отечественной войны. Все будете говорить так, как он. Христос воскресе! Воистину воскресе! Люба! 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 Виталий Панасенко является еще моим учителем, в школу, в которой я ходил, конноспортивную школу. До сих пор 30 лет уже он ее содержит. Не каждый, я вам скажу, человек на одном месте может проработать и, можно сказать, прослужил. Если 30 лет проработал, это значит прослужил. Поэтому, Виталий, вашему конному клубу, клубу села Рагулей, благодарность тебе и вашему руководителю, председателю колхоза Полянскому Николаю Дмитриевичу. Великая благодарность от всех жителей села Высоцкого, от всего нашего района и вообще от всего казачества. А самое главное, от нашего атамана, от детского казачьего войска Виталия Владимировича Кузнецова, который сегодня должен был присутствовать на этом мероприятии. Но, к сожалению, не получилось у него по времени, очень занятый он человек. У него весь Северный Кавказ, много где приглашают. Особенно сегодня у нас Светлая Седмица, и на этой Седмице мы знаем, что очень много мероприятий. Поэтому от него и от нас кубок вам. Во-первых, мы продолжим эти традиции, дай бог, чтобы мы работали дальше. Дорогу молодым. Александр, выходи. Люба! 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 Поднимай его высоко. А ну выше, поднимай, развергись. Ура! 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 А теперь каждому же потрогаем, потрогать, дай. А ну, давай, давай, давай туда, что-нибудь. А нет, нет, все. Аша, пройди сюда. Пошел. Ну, вы потрогать, дай. Потрогать нам всем же дай. А ну. Ого! Вот это, смотрите на меня. Что ты не можешь сказать? Проходи так. Вот. И там возьмешь. Металику передадите до конца. Все, остановись в строй. Также почетным листом награждается Алексей Агафонов за участие в конном переходе, посвященном 76-летию годовщины, победы Великой Отечественной войны. Люба! 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 Служу России и казачеству, православной вере. Правильно. Отечество. Люба! 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 Спасибо, Господи. Награждается почетным листом за участие в конном переходе, посвященному 76-летию годовщины, победы Великой Отечественной войны, Кирилл Колесников. Люба! Служу России и казачеству, православной вере. Люба! 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 Почетным листом награждается Иван Кудрявцев за участие в конном переходе, посвященному 76-летию годовщины, победы Великой Отечественной войны. Люба! 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 Служу России и православной вере. Казачьству. Почетным листом награждается Илья Резванов за участие в конном переходе, посвященному 76-летию годовщины, победы Великой Отечественной войны. Люба, брат! Люба! Служу России! Люба! Почетным листом награждается Иван Солуев за участие в конном переходе, посвященному 76-летию годовщины победы Великой Отечественной войны. Люба! 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 Служу России, казачьему веру и православную. Твой батька, Сережа, твои дядьки меня учили в Чебеноване. О, видишь как! И научили. Первый раз я у них рюмку выпил. Хорошо учили. Должок надо отдать. Должок надо отдать. Почетные грамоты, почетным листом награждается Александр Самойлов за участие в конном переходе, посвященном 76-летию годовщины победы Великой Отечественной войны. Ваня. Люба! Нет, сейчас. Люба! 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 Александр! Люба! 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 Почетным листом награждается Александр Самойленко. Это дядя. За участие в конном переходе, посвященном 76-летию годовщины победы Великой Отечественной войны. Правильно я сказал Александр? Просто тут Саша написали. А вы же его переименовали теперь Александром. Служу казачеству и вере православной. Люба! 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 А не поменяйся, Саша. Почетным листом награждается Иван Вишняков, Петровский казак, единственный оставшийся в нашем районе. За участие в конном переходе, посвященном 76-летию годовщины победы Великой Отечественной войны. Люба, брат! Служу России, казачеству и вере православной. Люба! 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 Почетной грамотой награждается Степан Панасенко за участие в конном переходе, посвященном 76-летию годовщины победы Великой Отечественной войны. Люба! Родственник обнимает. Спасибо, Господи. Служу России, православной вере и казачеству. Люба! 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 Моя прабабушка Панасенко была. Он знает. Расстреляна у моего деда, Гриценкова Тимофея. Почетным листом награждается Валентин Денисенко за участие в конном переходе, посвященном 76-летию победы годовщины Великой Отечественной войны. Люба! Люба! Расстрелян! Люба! Также являющимся руководителем в нашем фестивале позачьего караула, или как он называется? Дежурный патруль. Дежурный патруль. Комендант нашего служу России, вере православной. И казачеству. Люба! 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 Ну все, хорошо. Почетным листом награждается заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный атаман Российской Федерации, незаменимый пожизненный атаман. За участие Дмитрий Иванович Денисенко за участие в конном переходе, посвященном 76-летию годовщины победы Великой Отечественной войны. Христос воскресе, атаман! Воистину воскресе! Отец Петр самый он красивый. Да, Люба прибыл для награждения. Люба атаман. Это мой первый атаман и последний. Будем надеяться. Уже года ему прошли. Верия православная, Россия и казательству. Люба! 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 Ну что, прекрасно. Мы в краю. Мы вошли по пути уже. Да, мы как бы не знали фамилии их. Поэтому, к сожалению, благодарю вас, братья, за столь такой серьезный поход. 150 километров с ночевкой. За то, что вы оторвали свое время. Самое драгоценное сегодня время, по сути. Вы пожертвовали своей жертвенной любовью, свое драгоценное время, бросив свои семьи, детей на произвол судьбы, отдав почести нашим предкам. Поэтому всех вас благодарим. И многое, и благая вам лето! Многое лето! Многое лето! Многое лето! Братья казаки, ждем вас на нашем фестивале! Будущее России – это мы! Люба! 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 Продолжение следует...